Идем дальше. Лацио против Боруссии Дортмунд. Если посмотреть на последние матчи Римлян, можно просто быть в шоке. Лацио в последних трех матчах набрала лишь один балл. Набрали лишь один балл, проиграв сам Дори, заиграв ничью с Индером, умудрились как-то. И проиграв Аталантии крупно со счетом 1-4. Что касается Боруссии, Боруссия как обычно. Боруссия команда, которая с года в год входит в чемпионат Германии, как главный претендент на то, чтобы бросить вызов гегемону Баварии. В этом чемпионате у Боруссии есть странный матч. Как и обычно, в принципе, здесь нечему удивляться. Например, поражение Боруссии Аугусбургу со счетом 2-0. В принципе, в остальных всех матчах Боруссия показывает тот свой футбол, который, в принципе, и привыкли видеть болельщики. Не думаю, что Лацио с кучей травм сможет как-то попробовать навязать борьбу Боруссии. У Боруссии тоже много травм, но это травма таких игроков, которые, в принципе, не скажу, что от них очень многое зависит. Ну, отсутствие Тургана Азара можно заменить легко молодым тем же Рейной. Или потеря Нико Шульца. Но, наверное, единственная потеря, кто может на фланге сыграть хорошо, это Нико Шульц. Все остальные это за году Эмриджана, Канджи. Ну, в центральной зоне защитников, да, может быть, будут проблемы. Но не думаю, что они как-то отразятся на самой игре Боруссии и Дортмунд. Поэтому для меня фаворитом лично здесь идет Боруссия. И Боруссия должна выигрывать. Лацио вообще абсолютно без проблем. Если Холланд будет заряжен и Холланд будет играть в свой футбол, который он обычно играет, то Лацио здесь я не позавидую. В общем, я поставлю в противостоянии между Лацио и Боруссией Дортмунд на немцев. Боруссия победа второй.